Многим городским троллейбусам 20 и более лет, поэтому ремонт необходим почти везде. Здесь все еще не так плохо. Водитель говорит, нужно поменять пол, подлатать сиденья и, конечно, демонтировать турникет. Они не прижились, пассажиры жаловались, что заходить в салон троллейбуса неудобно. Осенью и весной в салонах грязно, да и выглядят троллейбусы непрезентабельно, говорят пассажиры. Внешний вид у него, сами видите, что не очень, наверное, такой приличный, да, но внутри тоже остается надеяться, что будет лучше. Есть и проблемы с расписанием, хотя водители уверяют, стараются работать по графику. Например, четвертый маршрут – один из самых загруженных в городе, и каждый сбой вызывает недовольство пассажиров. Поэтому стоянка на конечной строго регламентирована. По графику 15 выходов. Ну, 2-3 не выезжает. Интервал, ну, минут 5. Между обедами где-то, ну, может, 7-10 минут. А вот Сергей Катков водителем троллейбуса работает уже 40 лет. Именно столько в этом году исполнится и самому предприятию. Сравнить есть с чем, но выводы не положительные. Парк обновлялся каждый год по несколько троллейбусов, новых приобреталось, ремонтная база хорошая была. Еще сейчас, так это, не знаю, как, все разрушило. С тех пор, как и в 80-х, троллейбусная сеть Вологды была признана одной из лучших в стране. Поменялось мало что. Из более чем 110 машин, выходивших на линию, сегодня осталось меньше 30. За это время также поменялись и организации, владеющие депо. В Вологде электротранс обанкротился. Было создано новое предприятие «Трансвод», которое ставит задачу сохранить троллейбусы. Но все эти перемены и сотрясения привели к тому, что сам троллейбус в Вологде оказался на грани исчезновения. Привлечь внимание к ситуации. С такой инициативой выступили в Вологде и работники. В письме руководителю предприятия и мэру города они предлагают в честь 40-летнего юбилея организации отремонтировать хотя бы один троллейбус и украсить его. В подписном листе более ста имен. Мы посчитали, что это не потребует значительных средств. Просим оформить, произвести косметический ремонт салона и кузова. И надпись привлечет внимание, покажет и властям, что троллейбус необходим городу. Как пояснили в администрации города, там обращение еще не рассмотрено. А вот руководство трансвода с бумагой ознакомилось. Идею на словах поддержали, но решение пока не принято. Как пояснили нам по телефону, в ближайшее время будут оценивать технические и финансовые возможности. А вот возможности модернизации депо пока только в планах. Но эксперты отмечают, реанимировать троллейбусную систему Вологды необходимо. Ведь все это построено. Стоит только закрыть троллейбус, потом это восстановить. Много миллиардные инвестиции. Троллейбусу нужны тяговые подстанции, которые будут преобразовывать электроэнергию. Контактные сети, кабельные. Это целая серьезная инфраструктура. Имеющаяся инфраструктура строилась из расчета на 180 троллейбусов. И это уже серьезная альтернатива даже для автомобилистов. Ведь еще одно преимущество электротранспорта – экологичность. Эту экологию спасают, во-первых, потому что используется совершенно другой вид топлива. То есть даже не топлива, а электроэнергия. Петицию с призывом сохранить фалагутский троллейбус может подписать каждый. Она была размещена на сайте Change еще год назад. И свое «да» этому виду транспорта сказали уже более 2000 фалагжан. Мария Сворова, Игорь Трифонов, Новость Вологды.